Девчонки, всем огромный привет! И сегодня хочу поговорить с вами о подушках для беременных, вернее об одной единственной подушке. Конечно же, я не могу скупить все сразу, не могу вам их все сравнить, поэтому поговорим только об одной единственной. И очень многие из вас мне советовали эту подушку, ссылаясь на то, что сон становится намного лучше, спать намного удобнее становится. И вы знаете то, что организм беременной женщины испытывает достаточно большие такие нагрузки, и очень многие во время сна испытывают какие-то болезненные ощущения в спине, в животе, возможно ноги болят, судороги и так далее. Слава богу, у меня такого нет, но мне очень захотелось ее попробовать, потому что все ее хвалят, и тем более, я знаю, покупают не только беременные такие подушки, но и мужчины, и просто женщины. Потому что, как я уже сказала, многие хвалят их и говорят то, что сон становится намного-намного лучше. Тем более, как вы знаете, беременным нельзя спать на животе, очень многие любят спать на животе, нельзя спать на спине, потому что матка давит на все органы, и поэтому остается спать только на левом, либо на правом боку. Вообще советуют спать именно налево. И вообще врачи советуют подкладывать подушки под живот, под голову, под спину, под ноги, но вы понимаете, что это действительно неудобно, куча разных подушек, поэтому, грубо говоря, и создали такую вот универсальную подушку для беременных. Я на самом деле очень долго ее искала, облазила совершенно все сайты, читала отзывы, рецензии. Конечно, мнения разделились 50 на 50, кому-то она подошла, кому-то нет. И первое, на что вы должны обратить свое внимание, это на сертификаты, чтобы она была сделана из хороших тканей, была наполнена хорошим материалом, потому что в будущем вы будете использовать и для кормления, и будете класть ребенка в эту подушку, чтобы он никуда не упал, не скатился. То есть эта подушка прослужит вам как минимум, ну, наверное, полтора-два года, это точно. И я остановила свой выбор на подушке, сейчас скажу, как она называется, Terra Line Original, вот так вот она выглядит, сейчас вам покажу. Это, кстати, не реклама, никто мне ее не присылал, купила я ее в магазине Alant, я думаю, что можно заказать и на официальном сайте. Написано, что она выигрывала какие-то премии, да, даже золотую премию, много чего здесь написано. Но я выбрала такую вот веселенькую, в лавандовом цвете, мне просто этот цвет нравится, и поэтому решила подушку такую выбрать, да, с одной стороны она лавандовая, с другой стороны с такими вот горошками. И она идет такой буковкой S, я надеюсь, что вам будет видно. Здесь сменный чехол, я думаю, как у всех остальных подушек, очень приятная, такая мягенькая. А наполнитель у нее, знаете, такие, не знаю, то ли шарики, то ли не шарики, ну, то есть не чувствуется, что это какие-то шарики, но там что-то так перекатывается, пересыпается. И, кстати, эта подушка не полностью наполнена материалом этим, то есть есть такие некие пробелы, но за счет этих пробелов очень удобно вы можете положить сюда свою голову, живот, ногу и так далее. На самом деле я еще обращала внимание на размеры подушки, потому что в основном советую такие вот огромные, я не знаю, сколько там метров, метр шестьдесят, бывает метр и семьдесят, то есть огромные подушки в виде буквы P, либо L, у всех по-разному такие подушки называются. Я решила взять поменьше, потому что, ну, мне кажется, если я еще подушку положу с собой в кровать, то муж туда точно не поместится, и вообще спать будет неудобно. Поэтому я решила взять именно такую, поменьше, и, в принципе, я думаю, разницы между ними нет. Хотя есть разные формы, и в виде буквы S, и G, и просто такая палочка прямая. Я думаю, что каждый может выбрать понравившуюся ему букву, и в зависимости, конечно же, от размера вашей кровати. Обязательно примите это к сведению, иначе мужу негде будет спать. Что могу сказать? Спала я на этой подушке раза три, честно, вот прям пыталась на ней спать. Первый раз, когда я на нее легла, где-то к середине ночи у меня все затекло. У меня затекла рука, шея, голова. И, ну, не знаю, я сначала подумала, может быть, с непривычки, я ее отложила, и вторую часть ночи я засыпала, вернее, спала на своей обычной подушке. Потом я решила вторую ночь лечь, и все то же самое произошло. Не знаю, может быть, я как-то неправильно сплю, как-то неправильно подкладываю, хотя я ложилась спать именно по рисунку, да, я смотрела, как советуют на ней спать, и точно так же ложилась. Не знаю, у меня затекает рука постоянно, я ничего с этим поделать не могу. И потом я это дело просто бросила, и теперь я на этой подушке не сплю. Возможно, через неделю, через две, через три я еще раз попробую на ней поспать, но мне почему-то неудобно. Поэтому лично мой вывод, спать именно, как показано на рисунке, на ней неудобно, да, чтобы она была между ног, между рук, между шеей и так далее. Но как на ней удобно спать? Просто как на обычной подушке, грубо говоря, вы ее складываете буквы S, и просто вот кладете ее вот так вот, и спите. Вполне себе удобно, комфортно, но вот прокладывать ее через руки, через шею мне неудобно. Поэтому, не знаю, решайте сами, я поделилась лично своим опытом. Я, конечно, надеялась, что она мне тоже понравится, тоже подойдет, потому что стоит она недешево, но это, грубо говоря, такое вложение денег, потому что в дальнейшем я ее, конечно же, буду использовать. А на рынке вообще существует огромное количество подушек, и за тысячу рублей, и за две, и за три, и за четыре, и даже до десяти доходят. Я думаю, что все-таки цена зависит именно от материалов, и думаю, не надо гнаться за ценой, да, мне кажется, если вы купите дешевую подушку, вы получите что-то не очень качественное, сделанное не из самых лучших материалов. Я надеюсь, что этот обзор был для вас полезным. Понятное дело, что нет какой-то универсальной подушки, вообще нет чего-то универсального, что может подойти совершенно любому человеку, поэтому тоже пробуйте. Не знаю, возможно, у вашей подруги осталась такая подушка, либо еще у кого-то, попробуйте, поспите на ней, потому что, как вы уже поняли, мне она не очень подошла, но буду пытаться еще раз на ней спать. И, не знаю, напишите, может быть, я что-то неправильно делаю, неправильно сплю с ней, хотя вот все делаю по картинке, как нарисовано. Здесь, кстати, нарисовано, как можно спать, да, скажем так, инструкция есть. И, да, на сегодня это все. Всем пока и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok